Всем привет! Когда приближается очередное трансферное окно, большинство текстов или видео о трансферных перспективах Динамо говорит о том, кого нужно продать. Почему вообще Динамо такие глупцы держат такое количество игроков, они вот не играют, нужно и того-то продать, и тот дубовый, и тот мажор, от всех нужно избавиться, когда они наконец-то всех продадут и подпишут нормальных футболистов. И хоть обычно предлагаемая кандидатура достаточно адекватная, ну потому что логично, когда футболист не играет, от него нужно избавиться, ну разве что это какой-то молодой талант, который просто еще не дорос до первой команды и который скорее всего до нее дорастет. Но есть один нюанс, о котором обычно все умалчивают, что все эти списки практически невозможно выполнить в реальной жизни. Хоть это и так, но я все равно составлю свой список игроков, от которых нужно избавиться Динамо, и это будут футболисты, которые еще в составе и которые даже получают определенное игровое время, поэтому оставайтесь до конца видео, он будет в конце. Ну и конечно же будет очень интересно увидеть ваши варианты, поэтому обязательно пишите их в комментариях, не забывайте об этом. Но если говорить о Динамо, да и вообще в принципе о большинстве клубов, которые набирают игроков пачками, ну тот же Шахтер, то обычно все забывают, что на современном трансферном рынке продать игрока не так и просто, и зарабатывать на футболистах тоже не очень просто. Особенно, когда футболист вообще не играет. Подумайте, кто вообще захочет вкладывать серьезные деньги, если ты даже не можешь понять, в какой текущей форме находится футболист и сможет ли он тебе помочь. Тут даже можно говорить не о продаже, если ты хочешь просто избавиться от футболиста, тебе сложно с ним разорвать контракт, потому что этот контракт тоже стоит денег. И учитывая, что команды уровня Динамо вообще-то дают достаточно серьезные контракты игрокам, то для разрыва этого контракта нужно заплатить серьезные деньги. Потому что, ну, не один футболист, или скажем так, пусть будет не один, а вообще, ну, многие из футболистов вряд ли захочут отказаться от гарантированных сумм. Потому что в других местах они, скорее всего, даже не получат настолько хороших контрактов. И они, конечно же, будут сидеть. Так по итогу и получается, что сидят все эти кодери до конца контракта и не приносят никакой пользы. Исходя из всего этого, не могу поверить, что это говорю, но вообще-то Динамо делает все правильно. Не, хотя стоп, не совсем так. Глупость сказал. Динамо и все правильно, это точно понятия несоввестимые. Я об этом неоднократно говорил, особенно вот очень было бы полезно посмотреть одно из последних видео, на котором я объяснял, насколько нелогичны решения Игоря Суркиса. Я вложил в него достаточно много времени и силы, ссылочка будет в вашем правом углу. Смотрите и все поймете, что я имею в виду. Но, если говорить конкретно об этом зимнем трансферном окне, Динамо, даже несмотря на то, что никого не подписала для усиления и, ну, не стала точно сильнее, оно все равно провело очень хорошую работу. Если согласны со мной, то жду ваши лайки, если не согласны, то жду ваши комментарии. Так вот, Динамо, по моему мнению, провело очень хорошую работу на трансферном рынке. Правда, проблема в том, что вся эта хорошая работа, это исправление предыдущих ошибок, которых наделали раньше очень много. Сейчас все объясню. Перестартом зимнего трансферного окна на контракте у Динамо было около 60 человек с учетом арендованных. И я говорю только об игроках 20 лет и старше, потому что юниоров там еще большая тьма. Да, даже среди этих 60 хватает молодых футболистов по 20-21 году, но все равно остается около 45 футболистов, которые 22 лет и старше. Это прям очень много. Я специально не называю точное число, потому что боюсь кого-то пропустить. Посчитать эти контракты не так и просто, потому что в них у Динамо настоящий хаос. Вообще, если смотреть на картину в общем, то это очень похоже, как будто Игорь Суркис играет в футбольный менеджер и делает каждое трансферное окно ошибки новичка. Я сам иногда поиграю в футбольный менеджер и думаю, те, кто смотрит канал, тоже многие из них играют в эту игру. Так вот, ошибка очень простая. Ты видишь доступного игрока, он вроде бы такой сам по себе неплохой, но он ничем не лучше тех, что у тебя есть. Но ты думаешь, ну он же доступный, я вот сейчас возьму его, если он вдруг не заиграет, окей, я его потом продам, заработаю денег. Я просто взломал игру, такой лайфхак, вот наберут кучу игроков. Что получается в итоге? Ты берешь такого одного, второго, третьего, пятого футболиста, десятого, у тебя в конце концов их накапливается там 50-60, но их никто не покупает. И ты уже не знаешь, что с ними делать, потому что у тебя такая сумасшедшая зарплатная ведомость, что финансы клуба поют романсы. А все почему? Потому что эти игроки не играют и их никто не хочет покупать. К тому же, так как ты их взял, скорее всего, свободным агентом, либо очень по бросовой цене, то у них, скорее всего, зарплата выше рыночной. Как это не смешно, но это на самом деле очень сильно похоже на то, что происходит в реальном футболе и то, что происходит в Динамо прямо сейчас. Такая абсолютно элементарная ошибка. Поэтому, когда ты кого-то покупаешь, ты всегда должен понимать, что ты будешь делать с теми футболистами, которые у тебя уже есть. Зачем вообще столько игроков на контракте? Представляете, сколько глупых решений до этого Динамо сделало, чтобы довести до такой ситуации. С этой бандой разобраться очень непросто. И вот теперь кажется, что больше таких решений клуб делать не хочет. По крайней мере, об этом говорит зимнее трансферное окно. Скорее всего, все это благодаря влиянию Мирчи Лучевскую. Думаю, сейчас клуб думает примерно так. У нас такое большое количество футболистов на контракте. Давайте сначала разберемся с тем, что есть, раскидаем, что возможно. А дальше уже, если что, возможно, будем усиливаться. Ведь зарплатный бюджет, он тоже не безграничный. Тут нужно, наоборот, все расчищать. Но проблема в том, что никакие списки, которые составлю я, вы, или даже если в клубе эти списки составят, они не помогут решить проблему. Тут можно сделать только одно, определиться с костяком, который тебе нужен на вторую часть сезона, а дальше уже как повезет и какой будет спрос на рынке. Потому что не каждому твоему футболисту будет интерес, а отпускать всех, кого получится. Дурацкое решение, но другого в этой ситуации, как мне кажется, нет. И похоже, что Динамо почти справилась. Это при том, что вообще-то трансферное окно в Украине еще не закончилось. Хотя, конечно же, вариантов, куда продать футболиста, уже не так много, потому что во многих чемпионатах оно как раз уже, наоборот, закрылось. Во-первых, вовремя отпустили и хорошо заработали на Миколенко. Это прекрасная продажа. При том, что, скорее всего, она не сильно повлияет на команду. Потому что Миколенко, как бы там ни было, хоть он и игрок основного состава, но он не системообразующий футболист. А уже есть из своих Дубенчак и Вивчаренко, которых можно подтягивать к составу. И они в своей конкуренции будут расти. Им уже давно нужно было сделать шаг вперед. Поэтому продажа Миколенко помогает не только клубу, но и тем футболистам, которые придут вместо него в состав. Во-вторых, продали Шабанова. И даже еще на этом и заработали. Это вообще прекрасно. Он вообще не играл. И, конечно же, команде он не был нужен. В-третьих, распихали по арендам целую группу игроков, которая только мешалась под ногами. Более того, некоторых из них еще было прописано право выкупа. То есть того же там Супрягу или Леднего могут выкупить и клуб еще может что-то на этом заработать. Да, гарантий тут никаких нет, но хоть так. Потому что по-другому сейчас сделать сложно. В-четвертых, отдали молодых Тлумака из Карко Заре. Да, бесплатно, но с условием получения 50% от следующей сделки. Но нет никакого смысла мариновать их по куче аренд или просто держать в Ю-19. В Заре они как минимум могут вырасти и принести Динамо деньги в будущем. Да, это далеко не идеальная сделка. Но не нужно забывать, что у Динамо вообще-то очень много молодых футболистов. И невозможно всех их либо продать, либо пристроить так, чтобы они и росли, или приносили пользу клубам. Поэтому тут приходится выбирать вот такие решения. От этого никуда не деться. Получается, за зиму Динамо расчистило состав примерно от 15 человек. Это вдобавок к тому, что летом вообще-то где-то примерно столько же ушло в аренду. Дальше очень важно не испортить эту работу. Главное не повторять тех ошибок, которые были раньше. И не набирать снова пачками посредственных игроков. Ну или скажем так, пусть будет не посредственных, а игроков, которые вряд ли выведут команду на новый уровень. Нужно сначала не покупать, а расчищать еще дальше. Именно поэтому мне кажется несколько нелепыми слухи о перуанском защитнике Шерифа, который якобы придет в Динамо. Если Динамо действительно им интересуется и действительно хочет его купить, то мне кажется, что они повторят ту же самую ошибку. Чем этот защитник лучше, чем Шабанов? Ну существенно лучше. Окей, возможно какие-то нюансы там есть, но существенно он точно не лучше Шабанова. И зачем вообще его брать, тратить на это деньги и добавлять еще один контракт в нагрузку? Это не усиление, это латание дыр. А когда у тебя уже столько людей на контракте, то латать дыры за счет каких-то трансферов глупо. Нужно использовать внутренние ресурсы. В Динамо нужно искать только тех футболистов, которые действительно сильнее тех, кто уже есть. Это нужно, чтобы повысить средний уровень состава и чтобы молодые футболисты, которые уже есть в Динамо, стянулись к тем футболистам, которые возможно придут. Как сделал, к примеру, Шахтер, подписав тех же Нереса, Педринио, Траоре, подписав футболистов за огромные деньги. Это футболисты серьезного уровня. Но проблема в том, что Суркис вряд ли так сможет сделать, потому что у Динамо, ну мне так кажется, визуально это выглядит так, что у Динамо нет денег, чтобы делать такие трансферы. А раз нет денег, значит ставка на развитие молодых игроков, она логична. Но тогда не ждите, что команда сделает существенный шаг вперед прямо сейчас. И никакой трансфер какого-то средненького футболиста, который примерно равен по уровню тому, что у тебя уже есть, тут не поможет. Давайте объясню на примере Депены. Вот вроде бы хороший трансфер, и бесплатно подписали, и это футболист основной обоймы. Все хорошо, и Шуркис даже хвалится этим трансфером постоянно. Но если подумать глобально, сделал ли Депена Динамо сильнее? Ответ очевиден, нет. Депена просто позволил Динамо придержаться на том уровне, на котором оно было, и стал игроком обоймы. Но это не тот футболист, который выведет игроков, которые рядом, и всю команду на новый уровень. А Динамо сейчас нужны именно такие футболисты. Ну, по крайней мере, если вы хотите видеть другую команду, а не ту, которая была последние два сезона в Лиге Чемпионов. Конечно, трансфере таких футболистов Депена нет ничего страшного, ведь он действительно помогает команде. Но это при условии, если бы Динамо находилась на том уровне, когда оно может себе только позволять оставаться на том уровне. А не когда нужно действительно расти, и есть проблема этого роста, когда команда уже зависла последний год примерно на одном месте. Ну и в конце, как и обещал, мой список игроков, от которых я бы хотел, чтобы Динамо избавилось. И это футболисты, которые получают определенное игровое время. Я бы избавился, в первую очередь, от Андреевского. Объясню. Центр полузащиты Динамо работает только в сочетании Сидорчук, Шапаренко и Буяльский. Андреевский не добавляет никакой существенной силы и никаких существенных скиллов в полузащите. Это просто как игрок, чтобы забить игровые минуты. Чем будет плохо, если сыграет кто-то из молодых? Вербич, Антюх и Кулач. Почему говорю о них вместе? Потому что считаю, что нужно отпустить как минимум двух из трех. Они взаимосвязаны. Во-первых, у Динамо четыре левых вингера. И столько Динамо, конечно же, не нужно. Поэтому Антюх, это сразу же, скорее всего, мимо. Потому что, ну, считаю, что он действительно слабее, чем Вербич, чем Депена, чем Витиньо. Ну, как бы, нет смысла его держать. Дальше мой выбор падает на Вербича. Потому что считаю, что на нем все-таки можно еще что-то заработать. Соответственно, если бы хоть какое-то предложение было, я бы его отпускал. Игроков на эту позицию хватает. Если же предложений нет, либо считает команда, что Вербич может помочь на позиции центрального нападающего подстраховать, тогда нужно отпускать кого-то из нападающих. И тут тогда у меня уже выбор падает на Кулача. Беседен, Шкурин, Вербич, Гарбаш. Этого более чем достаточно, чтобы доиграть вторую часть сезона с таким нападением. А дальше нужно уже думать о нападающем, который будет существенно сильнее тех, которых есть. А не подписывать опять Кулача, Рамиреса и Шкуриных. Кстати, с Кулачем очень похожая история, как с Депеной. Только с тем отличием, что он все же не является игроком основной обоймы. Кулач игрок неплохого уровня. И нет к нему никаких претензий. Я не могу назвать, что он бревно или еще что-то там. Но это тот футболист, который никогда не вывели Динамо на новый уровень. Потому что Кулач не усилил Динамо. Он просто добавил еще одного человека на позицию нападающего. И добавил еще один контракт, за который нужно платить. А Динамо, чтобы идти вперед, который раз повторюсь, нужно именно усиление. Человек, который будет существенно сильнее тех, кто уже есть на этих позициях. На этом все. Обязательно не забывайте подписываться на канал. С вами был Александр Сашко. До связи.